Девушки отдыхают Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Александр. Я приветствую вас на канале компании «Свой фундамент». Я продолжаю работать в московском регионе. Немножко отклонились мы от... Вышли за рамки московского региона и переехали в Калужскую область. Здесь объект у нашей компании – реконструкция фундамента. Реконструкция достаточно сложная, серьезная. Здесь дом 1939 года постройки, бревенчатые. Бревна сохранились очень хорошо, но фундамент ни к чему не годится. Он был построен, этот дом, просто на камнях. Соответственно, производится полная реконструкция и замена фундамента. Размер дома 6 метров у него ширина и в длину 12 метров. С монтажом свайно-минтового фундамента под будущую каркасную пристройку. Более подробно мы сейчас вам все покажем. Пока на данном объекте работы ведутся, результата пока нет. Но в конце ролика мы обязательно вставим те видеоматериалы, которые предоставит нам монтажная бригада с полным уже результатом и возможность видеоотзывам заказчика. Так, а здесь швиллер, на чем он лежит-то, не понимаю. На свае. А где сваи? Напротив. Напротив каждого переруба? Да. А, да, вот оно. Видно? Да ты покажи, потому что... Ну, здесь выгребаться будет. Вот эта веранда, она полностью будет разбираться. Здесь будет заново все делаться. То бишь, когда разберется, он сказал, я сам все выгребу в нуля. Ну, как получится. Так не легче было сначала ее разобрать, а потом проводить реконструкцию? Ну, вот так вот человек пожелал, чтобы стена в зиму не открыта не осталась. Угу. А на чем дом раньше стоял? Да вот на вот этом. Вот на шлаке на этом? Ну, камня. У камня, да? А это что за азбестовые трубы? Это опоры пола. А. Плаг вот этих. Понятно. И они под всем домом. Здесь пол, он независим от дома. Он стоит на них. Ну, я понял. Так, и что тогда получается, что вы поднимаете дом, закручиваете свои, ставите на двутавровую балку. На этом работа заканчивается, пол и сам будет заказчик делать? Да, да. Все будет делать сам остальное. Это его пожелание. Какой размер дома? Двенадцать на шесть. Это без пристройки. Пристройка три, шестьдесят. То есть вот так вот шесть он ширину, а так двенадцать метров. А сколько балок будет? Семь. И вот в эти... А, я вижу сваи. Вот покажи, видишь сваи? Отойди, пожалуйста. Вон там сваю закрутили. И с противоположной стороны, я так понимаю, тоже разрез. Вот тут балка будет идти, да? Да, да, да. Ну, так же и в тех комнатах. Так. А здесь на что все это дело опираться будет? Здесь тоже сваи, наверное, нужно посередине. Нет? Будет сваи здесь? Вот здесь нет. Нет? А здесь какой пролет получается? Пять с половиной. А, ну, в принципе, нормально. От двутавровой балки. Нормально, тем более, что сруба, основная нагрузка на багаж. То есть на середине никакой нагрузки не будет. Там балки будет стоять снаружи. Так, а здесь что будет? Здесь тоже самое. Свая или тавр будет вдоль печки. Здесь не получилось центр сделать по центру. Из-за печки? Из-за печи, да. Ну, опять же, его пожелание. Слева и справа от печи, наверное, будет. Здесь пять метров комната. Пополам не получается разделить. Понятно. А здесь вот так ничего не будет? Здесь у него внутри будет обвязка под пол. Двухсотые брусы. Так что, как бы, ну, что-то это надёжно. Здравствуйте. Пошла познакомиться. Хозяйка, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Видела вас. Да. Только благодаря вашим роликам и взяла вашу компанию. Понятно. Только благодаря этому. Очень приятно. Давно уже трудимся у вас? Здесь, получается, сегодня четвертый день. Ну и как, ребят? Ну, молодцы, работают. Не бездельничают? Не бездельничают. Молодцы. Понятно. Ну, хорошо. Молодцы. Дом, сами видите, тяжёлый, да? Да, он и тяжёлый. Он ещё на военной постройке у нас. И, конечно, старенький. Дом старенький. Вот. А брёвна, так посмотрели, вроде бы они неплохие. Ну, более-менее, да, цену. Да, поэтому хочется как-то сохранить немножечко. Поэтому благодарим очень вашу компанию. Ну, благодарить будете, когда всё закончим, и вы будете довольны, да. И когда мы пять лет поставим, чтобы всё было нормально. Да. Тогда приедут к вам через пять лет? Придётся. А как вы хотели? Я вообще планирую каждый год, чтобы вы будете приезжать. Тогда нас надо будет снабжать каким-то фронтом работы, чтобы приезжать. Хорошо, у нас работы много, вы же видите. Там же я смотрю ваши ролики, ещё каркасные постройки. Да, да, да. Вот я думаю, что... Скоро здесь производство домокомплектов открою в Московской области. Вот, я просто вот как раз хотела поговорить, что мне лучше там сделать терраску вот эту вот, потому что она у меня будет утеплённая, её бревенчатая или вот каркасная. Я, что-то каркас, как-то вот боюсь, не холодно ли будет. Да нет. Нет? Нет, конечно. Там утепляется всё. Да, да. Ну, так что мы, может, ещё и встретимся. Сто процентов. А, это уже наружная насыщая, да? Да. Это крыльцо тоже будет разбираться? Вот это вот, прихожая. И здесь будет лёгенькая такая терраска. Камни много. Один подпёртый, а снизу под ним ещё большего размера. И вот это всё покапало. Ну, то, что камни, да, это, конечно, труба. В те времена, где-то фундамент не делал. Это про это дома говорили, что он на земле стоит? Или... А, нет, это другое. Про это говорили, что здесь камни, да? Да, вот камни. Видно. Под каждым перерубом. Добрый день. А сколько свай здесь получается? Раз, середина комнаты два, переруб три, середина комнаты четыре, переруб пять. Там опять середина комнаты шесть, семь. И это как раз семь балок, да? Да. Ну, под каждую стену опора и по центру. Ну, да, да. Вот по самому работе. И такие, получается, раз-два, два ряда, да, всего? Третий ряд под веранду. Это уже под пристройку, которая вот и думает, это каркас наделать или не каркас. Сколько человек у тебя здесь трудится? Четыре. Да, это половина не нашей. А, да? Хозяина, дочь, как мы. Понятно. Так. А что с грунтом здесь? Да, грунт здесь, камни. Полтора. Метр шестьдесят. Больше не выводишь. Что заставило вас в такой работе склониться? Вы имеете, чтобы заняться таким? Да, ну, какие-то проблемы были с домом, там, двери, окна. Да, честно говоря, мы когда поклеили потолок, мы проснулись от того, что ужасный был треск. Зарычали. Лопнули обои толстые просто. Ну, и двери постоянно мы подпиливали, постоянно, наверное, вот настолько уже отпилилили. Какого года дом? Ой, до военной, да, Коля, по стройке еще, до военной. В тридцать шестом году, видите. Ну, дерево так хорошо сохранилось. Дерево хорошо сохранилось, да, как пытались, могли. Ну, уже надо, на пенсию решили переехать сюда жить, поэтому за семь лет надо срочно, если пенсионный возраст не увеличат, срочно сюда переезжать. В этом доме жил комендант 50-й армии, которая освобождала город Калуга. Вот, видите, да. Конечно, такой исторический памятник надо сохранять. Нам все бабушка с дедушкой тут рассказывали, да, так что дом повидал на своем веку, хочется сохранить. Ну, а насчет пристройки вам, конечно, нужно подумать, потому что новое дерево, оно, если бревно, то это нужно будет ждать и усадки его, для того, чтобы оно тот уровень сохраняло, который у дома. А если построить из каркаса, это будет и тепло, и надежно, и быстро. То есть, не надо ждать полгода-год для усадки, да. То есть, каркасный дом можно отделывать сразу. И в плане тепла прям будет? Ну, конечно. Это дом теплый? Да. Ну, и если здесь полы сделать нормально, теплые, каркасные, то тепло это сохранится в каркасной пристройке. Все зависит от толщины утепления. Там можно сделать до бесконечности его. И, соответственно, теплоемкость будет намного выше. А по цене вот так вот вы в курсе? Это надо понимать, какого размера, какой материал будет использоваться, какая толщина утеплителя. Да, очень много, на что влияет цена. Кроме видеороликов, что повлияло на выбор? Не знаю, вот, наверное, мне кажется, видеоролик. Ну как, я звонила в Калужскую компанию, у нас здесь тоже. Мне нужно просто понимать, не только... Он сказал, смотрите, я говорю, вы пробу грунта берете, он говорит, а где у вас дача? Я говорю, большие газы. А, зачем? У меня там дача. И как бы вот это вот немножко такой, халатный такой ответ вот, он уже меня... Поняла. Поняла, что не надо меня с этим связывать. А еще кто-нибудь приезжал, смотрел? Нет, московскую фирму звонила, мне цену заломили хорошую, приличную. Вот, как бы там, потому что привоз с Москвы дорога 12 тысяч, получается, всего этого. Не, ну мы же тоже с Москвы уехали. Ну, понятно, но как-то чуть-чуть подешевле, все равно получается, да. Ну и понравилось мне то, что я позвонила сразу. Не знаю, где Александр, с которым я, наверное, общалась. Ну вот этот вот, этот... Худе, который там еще есть, да, вот я позвонила сразу, говорю. Он говорит, сейчас я переключу на менеджера. Тут же в течение 20 минут девочка со мной Юля связалась, все. И ребята, вот, и Владимир молодец, он прям, постоянно мы с ним на связи, на связи, на связи. Я сразу поняла уже, что, ну, как бы, видите, ответственная организация, что не кинут, не будут халявничать, не будут там, бездельничать. Документы заключили, договор. Да, да, все, все, все. Родоплата была здесь внесена? Да, 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 здесь все. По приезду материалов, да? Да, да, да. А кто-то приезжал, осматривал дом перед тем, как? Да, 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 ребята Владимир и там еще два парня. Они, наверное, долго тут у меня час смотрели, мы с полы скрывали, все. А какой был порядок? Вам менеджер Юлия дала какую-то ориентировочную цену, наверное, да, сначала или нет? Нет, мы сразу договорились. Сразу договорились о приезде? Приезд, да. И за приезд деньги взяли? Да, как же там, сваю нам эту вкрутили, реклубную, да, осмотр все. Ну, потом, да, мы платим, потом половина, если мы у вас заказываем, возвращается все. Ну, да, да, понятно. Ну, хорошо. Долго мы там смотрели, они там схемы рисовали. Как расположить сваи, как балку, да? Да, 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 да. Ну, правильно. Спасибо. 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 Мой дом находится в Калужской области, Примышленского района, деревня Неловка. И я хочу поблагодарить фирму СВ Фундамент за отлично проделанную работу. Работу вы увидите. Благодарю. Все хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова